Всем здорова! Сегодня я вас научу этому крутому фокусу, который вы только что видели в демонстрации. Он называется Портал и он довольно сложный, но я считаю, что этот фокус один из самых лучших эффектных и импровизированных фокусов вообще за все время. Если вы так не считаете, поставьте дизлайк этому видео и идите делать свои стопочные фокусы, окей? А крутые пацанчики, которые действительно хотят творить магию, поставьте лайк этому видео и давайте начинать. Также я хочу обратиться к своей аудитории. На моем канале 30 тысяч подписчиков, но просмотров всего там 2-3-5 тысяч, как правило, да? Что это значит? А это значит, что колокольчик стоит не у всех. Вам нужно прямо сейчас зайти рядом с подпиской «Есть колокольчик» и нажать на колокольчик «Получать все уведомления». Чтобы вы получали уведомления и не пропускали новые ролики. Прямо сейчас нажмите «Получать все уведомления» «Колокольчик рядом с подпиской». Вы его не пропустите. Ну а перед тем, как мы начнем, минуточка рекламы. CarsDealer.ru – онлайн-магазин, где вы сможете найти красивые дизайнерские колоды карт высочайшего качества. У ребят очень красивый и удобный сайт. Например, давайте сейчас возьмем знаменитую колоду «Байсикл». Цена всего 319 рублей. Выбираем цвет, клацаем кнопку «Купить» и оформляем заказ. Не забываем ввести промокод «Кардистри» и получаем скидку. И теперь наша колода стоит 300 рублей. Также вступайте в группу ВКонтакте, там постоянные акции и конкурсы. И у вас есть большой шанс ухватить колоду на халяву. CarsDealer.ru – лучший магазин игральных карт. Ссылки в описании. Итак, что мы делаем? Нам нужна обычная колода карт. Никакой подготовки, вообще ничего. Просто берем и начинаем делать. Что мы делаем? Мы делаем спред. То есть вот такое вот движение. Но мы делаем спред, и чтобы наши пальцы, а именно мизинец вот здесь вот был, а указательный вот здесь, чтобы он мог выйти поверх. Окей? Это очень важно. Делаем спред. Примерно треть колоды. Больше не нужно. Далее нам нужно нащупать две карты вот здесь вот. То есть мы раскрываем наш спред. И две карты нужно нащупать. Вот, например, давайте возьмем вот эти две карты. Мы их руками щупаем вот здесь вот. И делаем следующее движение. То есть вот что происходит внизу. Мы их средним пальцем сдвигаем сюда. Как это выглядит на скорости? Спред, спред, две карты. И поставили их на мизинец. Далее нам нужно указательным пальцем подвести на угол и взять карту вот в такое положение. То есть две карты у нас держатся сейчас на большом и на указательном пальце. Дабл. Нащупали. Поставили на мизинец. Подвели наш указательный палец. И теперь нам нужно перевернуть вот эти две карты и положить их на спред. Как мы это делаем? Мы уводим вот этот большой палец на себя. И указательный выводим слегка вперед. Окей? И ложим вот эти две карты сюда. Давайте еще разок. Раскрыли. Взяли две карты любые. И подвели. Положили сюда. Окей? Теперь вот у нас здесь две карты сейчас. И вот это все хозяйство нужно скинуть сюда. То есть говорим вот семерка пик, например. Мы скидываем две карты сюда. И переворачиваем. Теперь вот он думает, что здесь семерка. Хотя на самом деле здесь уже другая карта. И мы вот эту левую карту уводим вот сюда. Как мы это делаем? Мы выдвигаем ее слегка. И примерно третьей, четвертой картой по счету мы сюда ее засовываем. И уводим до такого момента. Вот сюда уводим, уводим. Пока не услышите щелчок. Или не почувствуете, что она вылезла. Видите? Смотрите. Еще раз. Что происходит внизу? Вот что происходит внизу. Мы ее уводим. И она сюда вытаскивается, так сказать. То есть раз, раз, раз. И все. Из этого положения нам нужно ее подхватить нашим указательным пальцем. Вот так вот. Окей. Раскрыли спред. Взяли дабл. Поставили на мизинец. Указательным пальцем вывели сюда. И вот это вот дело скидываем сюда. Затем вот эту карту уводим сюда. И подхватываем указательным пальцем. То есть зритель думает, что она как бы воткнута. Вот в этот спред. На самом деле мы ее просто держим. Теперь. Что мы делаем? Это что происходит в правой руке. Одновременно нам нужно в этой руке вот эту карту сейчас проявить. Как мы это делаем? Мы выводим сюда. И делаем давление. В этот же самый момент, то есть пока мы вот это делаем, мы делаем давление. И накрываем вот это дело вот этой частью. И забираем где-то половину от этого спреда. И вот что у нас получается такая ситуация сейчас. Видите, да? Мы ее держим заряженной. На мизинце. Еще раз, кто не понял. Раскрыли. Сняли дабл. Положили сюда карту. Хоп. Эту увели сюда. Щелчок. Подхватили. В этой руке готовим это движение. И в этот же момент накрываем. То есть как это выглядит? Вот так вот. Забираем. И нам практически одновременно нужно сейчас сделать движение. Я извиняюсь за голос. Я болею. Что происходит? Мы вот эту карту убираем. Убираем под низ. Я объясню сейчас как. А в этот же самый момент давайте вот так вот сделаем. Вот она у нас заряжена. И нам нужно научиться делать такое движение. Просто отпускаем указательный палец. Зарядили карту. И отпускаем. Окей. Как только вы научились это делать, вам нужно научиться делать следующее. То есть просто ее ловить по сути. Как только мы научились это делать, нам нужно научиться ее подхватывать. То есть что мы делаем? Накрыли. И подхватываем. Это что происходит в левой руке. Что у нас происходит в правой руке? У нас есть карта. Убрали. Накрыли. Вот что происходит примерно в левой руке, да? В правой, в этот же самый момент, мы просто-напросто убираем вот эту карту вот сюда. Под низ. Окей. Если она здесь есть. И мы просто ее убираем. Теперь, как это выглядит все в скупе. Вместе, да? У нас есть шестерка, например. Убираем ее якобы сюда. Накрываем это так вот. Карту здесь проявляем. И в этот же самый момент убираем ее вот эту под низ. Далее, вот это дело просто накрываем. И достаем вот эту карту. И показываем, что вот. Твоя карта телепортировалась справа налево. Итак, теперь мини-версия для ленивых людей. Мы раскрываем спред. Берем две карты. Ставим их на мизинец. Далее, указательный палец вступает в игру. Мы уводим вот этот большой сюда. И проявляем нашу карту. Например, это восьмерка. Но здесь две карты на самом деле. Убираем восьмерку сюда. Теперь якобы восьмерку уводим вот сюда. До щелчка. Как только она вылезла, мы ее перехватываем указательным пальцем и держим. То есть зритель думает, что она торчит у нас в веере. Теперь мы готовимся к такому движению. То есть подводим вот это сюда. Накрываем. И у нас карта уже заряжена. Далее, проявляем вот эту карту. И в тот же самый момент вот эту уводим. То есть раз и два. Затем вот это дело мы накрываем сюда. И просто достаем вот эту карту и показываем. Зритель может сам ее достать, чтобы так было еще чище. Фокус будет еще чище, если он сам своими руками ее достанет. И убедится то, что карта действительно телепортировалась справа налево. Окей? Вот такой был фокус, ребята. Да, я врать не буду. Он очень сложный. И потребуется время, чтобы научиться. Особенно вот эти движения. Попаут или как оно называется, я уже не помню. Вот. Еще раз хотел бы упомянуть про магазин carsdealer.ru. Это очень крутой магазин. Очень недорогой магазин. С самой недорогой доставкой по стране. Также вступайте в группу ВКонтакте. Там постоянно проходят акции и конкурсы. Окей? Вы можете бесплатно выиграть колоду. Ссылки я оставлю в описании. На сегодня у меня все. Надеюсь, вам понравился фокус. Лайки поставьте, комментарии оставляйте. И не забудьте подписаться на канал. И главное нажать на колокольчик. Всем спасибо за внимание. Всех до новых встреч. Всем пока.